я думаю, что они не состоятельные, они боятся другого они боятся неконтролируемого распространения ядерного оружия в случае распад России вот этого они правда боятся это более реальный вариант нежели попытка России применить ядерное оружие ну вы понимаете, в чем дело но война идет такая, что даже если Россия применит ядерное оружие и что? ну когда говорят, что если бы немцы получили бы атомное оружие в свое время было бы просто гораздо больше жертв ну проиграли бы все равно бы Германия проиграла но в принципе вы допускаете что кроме есть риторика на публику но есть же какая-то серьезная аналитическая работа работа над стратегией внутри страны, о которой они говорят вы допускаете? можно на это надеяться? что они предпринимают какие-то усилия для того, чтобы противодействовать этому ну в случае, если они получат данные о том, что русские действительно где-то там что-то выкатывают применить к ним в определенные меры чтобы это погасить я очень серьезно я очень серьезно на это надеюсь потому что, ну если этого нет то это очень печально и вот опять же важный вопрос с точки зрения того что вы сказали об Израиле что Израиль заставил с собой считаться как говорится заставил себя уважать и вот сейчас мы это делаем мы наносим удары по территории России уже имеем средства так пишут по крайней мере уже дальностью более 300, 500, 700 километров уже вглубь 1300 наносили по Татарстану и якобы имеем уже разработки большей дальности вот нужно ли Украине прислушиваться к давлению США в случае, если они нам будут продолжать говорить вот мы вам видите проголосовали за помощь а мы не будем давать помощь мы приостановим если вы продолжите вот что нам делать в такой ситуации давайте разберем этот эпизод во-первых тут очень важный момент конечно же они так думают по поводу НПЗ причем по поводу того что это влияет на цены на нефть это бред и Михаил Гончар очень хорошо об этом написал и говорил и все остальное но смотрите значит тот же Остин сказал на слушаниях Конгресса после чего официальный представитель Пентагона сказал что это является личным мнением Остина они являются позицией Соединенных Штатов вообще важный момент война как и политика это искусство возможностей нужно есть очень масса нюансов нужно прислушиваться вообще не только по этому вопросу вообще в целом нужно прислушиваться к ну реально союзники потому что только союзники могут помогать вооружениями или не нужно это решать уже властям Украины в каких-то случаях нужно в каких-то случаях нет это очень много факторов от очень много факторов зависит ровно так же вот если мы берем про прошлое то что там давили это один момент давайте мы не можем осуждать тех людей которые поддавались давлению но то что продавалось по их инициативе это уже по местной инициативе своей это это хуже чем преступление это ошибка хотя я считаю что это и преступление преступление конечно ну а в целом как вы к этой относитесь это же ну я считаю это единственное что работает я считаю как можно больше ударов по территории врага как вам эта стратегия и тем экспертам военным с которыми вы работаете насколько это продуктивно и правильно для Украины продолжать усиливать удары по территории врага и вглубь этой территории более чем продуктивно к сожалению у Украины весьма ограниченные пока возможности было бы неплохо но будем надеяться что будут на расчет эти возможности более чем продуктивно и конечно же война обязательно придет в дом каждого россиянина они не должны в этом сомневаться где бы он не жил да и это было бы правильно это было бы справедливо и это мне кажется приблизит окончание войны кстати на эту тему тоже идут споры некоторые товарищи считают ну вы увеличите поддержку Путина поддержку войны если будете бить а есть уже исследования которые говорят о том что поддержка войны так растет то есть русские верят пропаганде и они все равно нам враги в любом случае и по Белгородской области я например анализирую что и делаю вывод что наоборот работает поскольку Белгородская область сильно страдает там настроения меняются в сторону лишь бы не было войны как раз таки да и чем больше будет наноситься ударов тем больше будут россияне дорогие россияне задумываться над тем что стоило ли начать это все что бы не было то что всё илось это все необычное необычное то что это что что да HA это вот это но это